Я рад вам представить кандидата биологических наук, лауреата премии Просветитель, научного журналиста, известного борца с мракобесием и автора замечательной книги «Сумма биотехнологии» Александра Панчина. АПЛОДИСМЕНТЫ И рассказывая о магическом мышлении, я начну с упоминания антрополога Джеймса Фрейзера, который в 1890 году опубликовал книгу, которая называется «Золотая ветвь». В этой книге он как антрополог пытался систематически изложить представление разных народов, разных людей о том, что такое эффективная магия. И он сформулировал на основании такого общения два закона так называемой симпатической магии. Первый закон называется «Закон подобия». Это гомеопатическая магия или магия имитации. Если вы хотите что-то с кем-то сделать, то вы должны имитировать это действие. Например, если вы хотите кого-то убить, вы делаете куку, протыкаете ее иголкой, и человек умирает. Если вы хотите вылечить импотенцию, то что вам нужно? Какой-нибудь фаллический символ, например, рок носорога, вот такой волшебный камень или вот такой корешок, который из него нужно сделать какое-нибудь зелье. Гомеопатическая магия вошла в культуру в ряде произведений художественных, например, в произведения Оскара Вайлда. Портрет Дориана Грея вместо главного героя старает подобный ему его портрет. А эта история основана на реальных событиях. Есть такой фильм, называется «Нац» или «Яйца». Он документальный, основан на истории в Америке, когда доктор Бринкли обрел огромную славу, популярность известность за счет того, что он делал операции по пересадке мужских половых желез, козла, людям, и люди говорили, что им помогает. Но на самом деле, конечно, это все было забавно. Второй закон симпатической магии — закон заразности. Она же магия контакта. Ее принцип гласит «Однажды в контакте, всегда в контакте». Речь не про социальные сети, а про принцип мышления. И Фрейзер приводит в качестве примера малазийских аборигенов, у которых был такой ритуал, что если они подстрелили, ранили какого-то своего врага из лука, то они клали свой лук рядом с костром, костер нагревал этот лук, и это сжение передавалось в рану раненого противника. Другой пример, который хорошо описан в литературе, у Умберта Эква, например, «В острове накануне», он отсылается к этой истории, про то, как у моряков европейских у них была проблема. Им нужно было знать точное время для того, чтобы определить долготу, на которой они находятся на своем судне. И у них не было хороших часов, поэтому они брали на борт собаку. Эту собаку заранее ранили ножом, а нож оставляли на материке. И в строго отведенный час их коллеги на материке что-то делали с этим ножом, а моряки смотрели на собаку, если она заводит, значит пробил полдень. И так они определяли время, свое местоположение. Эта штука основана на… очень похожа на некоторые другие магические ритуалы. Например, была популярна так называемая симпатическая пудра, а также оружейное масло. Оружейное масло делалось из жира кабана и пепла земляных червей, если не ошибаюсь. Еще там было несколько ингредиентов. Им нужно было мазать не рану, которая нанесена неким оружием, а оружие, которое нанесло рану. Ну хорошо, что мазали не рану, но, в общем, понятно, что логика здесь очень странная. А вот эта картинка иллюстрирует телегонию. Это очень популярный нынче миф про то, что все предыдущие партнеры и женщины могут повлиять на ее будущее потомство другого мужчины. Ну опять же, это противоречит современным представлениям в области генетики, но очень такая соблазнительная идея для тех, кто верит в симпатическую магию. Фрейзер предполагал, что магическое мышление является порождением неправильного применения в целом хороших принципов мышления. Ну, например, ассоциативного мышления. Если вам повар приготовил хорошее блюдо, то вы подозреваете, что повар хороший, и другое блюдо, которое он приготовит, тоже будет хорошим. Это нормально. Но вы не предполагаете, что если повар приготовил хорошее блюдо, то он сам является хорошим блюдом. Это магическое мышление. В каком-то смысле с магией заразности все еще интересней, потому что, на самом деле, идея о том, что какие-то маленькие невидимые штучки могут передаваться через контакт, и поэтому они совершенно невидимы, она совершенно правильная. И на самом деле еще до появления микроскопии, микробиологии, вирусологии, еще до нашей эры Гиппократ предполагал, что многие заболевания могут вызываться маленькими невидимыми живыми организмами. И он был совершенно прав. Если вам предложат выпить кофе из использованной кем-то уже чашки, то вы, скорее всего, не согласитесь, потому что вы уже представили, как другой человек прикасался со своими губами, контактировал своими биологическими жидкостями с этой чашкой, и вы боитесь заразиться. И испытываете некоторые чувства отвращения к такой чашке. Это тоже совершенно нормально. Вообще люди стараются избегать контакта с чужими биологическими жидкостями. Бывают всякие забавные исключения из правил. Но это именно что исключение. И в целом чувство отвращения, которое мы испытываем, оно, по-видимому, очень важно с эволюционной точки зрения. В частности, есть масса свидетельств о том, что оно помогает останавливать эпидемии и так далее. И на самом деле детям с очень раннего возраста, примерно уже с трех лет, они могут оперировать концепции заразности и испытывать отвращения к разного рода потенциально зараженным предметам. В частности, проводились эксперименты, когда детям предлагают объяснить, почему мальчик заболел, а мальчик съел печеньку, которая внешне абсолютно чистая и безопасная, но она контактировала с тараканом, с мухой или еще с чем-то. И дети говорят, ну, потому что мальчик съел печеньку. В целом, что именно вызывает у людей отвращение, оно формируется в значительной степени культурой, потому что дети следят за своими родителями, определяют, что вызывает у них отвращение у родителей и приносят на себя. Но сама способность испытывать отвращение является универсальной для всего нашего вида. Бывают перекосы от этого правильного принципа мышления в обе стороны. Вот здесь недостаточное чувство заразности развитого человека. Он купается в реке Ганг, который считается святой в рамках индуизма. Люди при этом часто заражаются холерой. Иногда они пьют воду с ру из этой реки для того, чтобы лечиться от разных заболеваний, поэтому, наоборот, становится им хуже, но они думают, что это им как-то помогает. А это история про Ди Каприо в роли Говарда Хьюза в фильме «Авиатор». Говард Хьюз, он болел обсессивно-компульсивным расстройством. Одним из симптомов этого расстройства заключается в том, что человеку кажется, что все кругом заражено. Например, проводили такие эксперименты с этими людьми, с обычными людьми. Если вы возьмете какую-нибудь грязь и возьмете карандаш, прикоснитесь карандашом к этой грязи, вторым карандашом к первому карандашу, третьим карандашом к второму карандашу, и так по цепочке 12 карандашей, то для обычного человека заразность первого и последнего карандаша усиленно отличается. Последний карандаш безопасен. Но для человека с обсессивно-компульсивным расстройством последний карандаш столь же заразен, сколько и исходный объект. Но кроме вот таких вот радикальных проявлений такого вот искаженного представления о заразности, на самом деле это все касается не только каких-то там радикальных случаев и каких-то аборигенов, но и всех нас. И это показал в конце предыдущего века, и продолжаются работы поступать по сей день, в частности психолог Пау Розин и его группа, которые занимались изучением вот такого рода магического мышления в современном обществе. Почувствовать на себе склонность к магическому мышлению очень легко. Представьте себе тарелку вашего самого любимого супа, самого вкусного, который вы можете себе представить. Он вкусно пахнет, но есть его вам предстоит из абсолютно чистого, из абсолютно чистого, абсолютно нового ночного горшка. Почувствовали. Ну, по крайней мере, по статистике большинство должны были почувствовать, что суп перестал быть таким аппетитным. Вот Розин проводил самый разный эксперимент. Например, можно людям предложить насыпать себе сахар из банки, на которой написано сахар, из банки, из которой написано цианид. И хотя цианида не было ни в одной из этих банок, и людям об этом сказали, сказали, что вообще этикетки были наклеены случайным образом, люди не хотят брать отсюда сахар. Более того, они не хотят брать отсюда сахар, даже если они сами наклеили эти этикетки. Вот здесь табличка такая, сводная из одной из первых публикаций Розина и его коллег, и они проводили много разных экспериментов на тему симпатической магии. Люди не хотят есть, пить сок, если там побывал хорошенько поджаренный, дестерилизованный таракан. Люди не хотят есть суп, если они сами туда плюнули, хотя, по идее, ничего нового вы из этого супа не получите. Люди не хотят носить одежду людей, которые им неприятны, даже если эта одежда абсолютно чистая. Не хотят есть шоколадки в форме какашек. Если нарисовать портрет такого человека, который вам нравится, и на нем сделать мишень, то вы будете хуже кидать туда дротики, чем если нарисовать кого-то, кто вам не нравится. В общем, много-много было таких вот разных штук. И потом все это развивалось еще интереснее, потому что к этому подключились маркетологи. И они показали совершенно удивительную фантастическую историю про то, что если вы возьмете печеньки и женские прокладки и положите их в корзинку продуктовую, то если эти предметы контактируют, то желание есть печеньки у людей уменьшается по сравнению с контрольной ситуацией, когда они не контактируют, хотя и то, и другое находятся в абсолютно герметичной упаковке. И, собственно, вывод был такой. Вы создаваете корзинки с раздельными отделениями. Причем оказалось, что чем больше у людей эти прокладки вызывают отвращение, тем, собственно, более выражен этот эффект. То есть это связано как-то с отвращением. И это все касается, например, других проблем, таких проблем, как водоочистка. Вы можете воду из канализации очистить так, что она будет чище, чем вода из-под крана. Вы можете ее выпарить, потом вы можете конденсировать, и будет у вас чистая вода. Но есть люди, которые категорически против любой воды, которая, по их мнению, когда-то была в канализации. На самом деле вся вода когда-то была в канализации. Но специфически, если скажут, что эта вода была очищена из канализации, они ее не хотят пить. И этих людей характеризуют две черты. Первое, у них повышенное чувство отвращения в целом, по разным некоторым психологическим тестам. А во-вторых, никакая очистка воды не позволяет избавиться от этого загрязнения. То есть загрязнение не физическое, не бактериальное, а вот именно что магическое, потому что от всего остального избавиться мы можем. Но людей это не убеждает. Моя любимая тема ГМО, собственно, про это я написал, научно-популярную книжку, в которой я приводил всякие рациональные аргументы про то, что не нужно бояться ГМО, что есть исследования, показывающие безопасность, есть масса преимуществ этой технологии генной инженерии. Но, по-видимому, далеко не на всех людей действует рациональная аргументация. В частности, одно из исследований, проведенных в Америке, показало, что около 70% противников ГМО заявляют, что им вообще все равно полезны, вредны ГМО, это все неважно. Они просто бэээ. И на самом деле тут есть несколько очень популярных мифов на эту тему. Вообще идея, что мы то, что мы едим, это пример магии и подобия, а очень популярна, кстати, среди противников ГМО в частности. И вообще идея, что если вы съедите помидор с геном комбалы и превратитесь в рыбу, она на самом деле столь же абсурдна, как идея, что если вы съедите вареное яйцо, вы сваритесь. Но люди так думают. Видимо, для некоторых людей гены передаются не по законам генетики Менделя, а по законам симпатической магии. Касается это и азартных игр. В одном исследовании людей разбили на две группы на основании психологического теста, насколько они являются проблемными игроками. Проблемный игрок — это тот, кто, например, брал деньги в долг для того, чтобы отыграться в казино. Ну, это вот проблема. И такие люди наблюдали, как подставной актер, изображавший такого же испытуемого, играл в слот. То есть он клал монетки в машину, и дальше он мог выигрывать или он мог проигрывать. То есть был удачливый и неудачливый подставной актер. И у них был такой держатель для монеток, который они потом оставляли после себя и уходили. И испытуемые могли взять либо этот держатель для монеток, который был у подставного актера, либо другой. И оказалось, что для обычного человека, который не является проблемным игроком, ему все равно, какой держатель для монеток взять. Но если человек является проблемным игроком, то он сильно предпочитает тот держатель для монеты, который контактировал с удачливым игроком, и предпочитает не брать тот, который контактировал с неудачливым игроком. Как будто бы удача — это какой-то микроб удачи, который передаётся через контакт от удачливого человека к неудачливому. Но это всё подводит Осквишенкин-Атартею к истории про Гитлера и его свитер на самом деле. В одном исследовании сделали следующее. Людям предлагали представить, что они покупают свитер знаменитых человек. Исследование было в Америке, поэтому там были положительные и отрицательные знаменитости. Примером положительной знаменитости был Кеннеди, а примером отрицательной знаменитости был, соответственно, Гитлер. И было две ситуации. В одной ситуации свитер был как есть, а в другом случае он был постиран. И оказалось, что если вы постираете свитер Гитлера, то люди готовы за него заплатить больше, а за свитер Кеннеди меньше, как будто бы есть какие-то хорошие микробы Кеннеди и плохие микробы Гитлера, которые каким-то образом стиркой устраняются. Более того, оказалось, что для некоторой группы людей стирку можно заменить другой процедурой, Например, можно очистить свитер Гитлера, если его поносит условная матушка Тереза, и это тоже помогает. В культуре уголовников ходят слухи, я там не был, я не знаю, но ходят слухи, что там есть касты самых низкого класса людей, которые делают всякую черновую работу, и они называются неприкасаемые, опущенные, еще как-то. Вот если они к вам прикоснутся, то вы тоже становитесь таким же. То есть это тоже свойство передается через магию контакта. И очень популярно, собственно, в этой культуре. Ну и это подводит нас к теме нашего сегодняшнего разговора о гомеопатии, которая удивительным образом объединила в себе оба принципа симпатической магии. Закон подобия там просто пустулируется, что мы лечим подобное подобным, и про это подробнее расскажут другие коллеги. А я скажу про магию контакта, потому что на самом деле это идея, что если вы бесконечно разбавляете что-то, вы взяли вещество, разбавили, потом еще раз разбавили, там уже ничего не осталось с точки зрения физики, там нет ни одной молекулы, действовать с точки зрения физики это не может, но однажды в контакте, всегда в контакте, эта вода имеет память о том, что было в этом исходном веществе. Это и есть та же самая история всего того, что я описывал про этих аборигенов, ну и так далее, и так далее. И это подводит меня к следующему, что понятно, что не все люди верят в гомеопатию из-за того, что это симпатическая магия. Кто-то просто использует какие-то другие аргументации, кто-то может быть какие-то слышал случаи из жизни или еще что-нибудь в этом роде. Но для тех людей, кто верит в гомеопатию из-за симпатической магии, у меня есть окончательное решение гомеопатического вопроса. Оно заключается в том, что в гомеопатическом средстве молекул воды, которые были в моче Гитлера, их больше, чем молекул активного вещества, исходного, которое разбавлялось в стандартном гомеопатическом средстве. Подумайте об этом. Ну, а закончу я цитатой из Джеймса Фрейзера, который описал, собственно, что такое магия. До древнейших времен человек был вовлечен в поиск общих законов природы, чтобы извлечь из них для себя пользу. И в этом длительном поиске он обнаружил огромное количество правил, некоторые из которых золото, другие не более чем шлаг. Правильные идеи зовут с наукой ошибочные магией. Спасибо, и я передаю... Спасибо. 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 Спасибо.